Всем привет, друзья! Вы попали на канал Лилия Ред Фокс. Ну что, друзья, вчера появилась новость о том, что с 2024 года в Германии изменяются правила приема беженцев и людей, которые просят временное убежище от военных действий. Я давно об этом слышала, но, скажу честно, я думала, что такого формата не будет, и это только все разговоры. Давайте сейчас посмотрим саму новость. Я ее взяла вот на этом сайте. Ссылка, как всегда, будет в описании к этому видео. Вы можете перейти и еще раз перечитать всю информацию. Итак, Федеральный Центр и Федеральные земли Германии после многомесячных споров согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. В ходе заседания в Берлине в ночь на вторник, 7 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и главы земель правительств договорились, что с 2024 года Федеральный Центр будет выплачивать земельным властям за каждого соискателя убежища сумму в размере 7500 евро в год. Кроме того, решено сократить социальные выплаты соискателям убежища, которые находятся в Германии более полутора лет, а также будет сокращен объем бесплатных медицинских услуг на более длительный срок. Кроме того, подлежащие защите мигранты, беженцы из Украины в случае, если они по истечении 36 месяцев и все еще будут проживать в общежитиях с питанием, будут получать на продукты лишь те суммы, которые им действительно необходимы. На встрече в Берлине также решено выдавать беженцам специальную карту для оплаты услуг, что ограничит их доступ к наличным деньгам. С этой целью рабочая группа до конца января должна разработать соответствующую модель. Министр финансов ФРГ Кристиан Линдер выразил удовлетворение компромиссам, указав, что это не только облегчит финансовое положение земель и коммун, но и ослабит притягательную силу социального государства Германии для мигрантов. Ну вот есть такая информация, я хочу вам сказать, что как бы да, немецкие власти вносят некоторые изменения в содержание беженцев и соискателя убежища, но тем не менее это очень постепенно. Людям будут давать возможность получать пособие полтора года и только после этого вносить какие-то изменения. Германия хоть и хочет изменить подход мигрантов, но на мой взгляд это все очень лояльно и медленно. Ведь не секрет же, что многие другие страны, принимая украинцев, сразу сказали, что они могут и жить в этих странах, но обеспечивать себя должны сами. Или помогали финансами и в оплате жилья лишь только несколько месяцев. В любом случае, друзья, уже есть несколько позиций, которые будут изменены с 2024 года. Об этом есть уже не одно видео на моем канале. И также есть информация относительно интеграции и выхода на работу и так далее. Поэтому желаю всем хорошо устроиться в Германии, найти себе работу, подходящее жилье, устроить детей в сады, школы и другие учебные заведения. То есть, одним словом, я желаю вам хорошей и быстрой интеграции. И тогда все будет хорошо. Не забывайте также подписываться на мой канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и поставьте этому видео лайк. До встречи в следующих видео. Всем желаю хорошего настроения и пока-пока.